Ред Кэт Смотрите вот этот вот видосик, узнайте как пройти первый этап и давайте после этого уже возвращаемся во второй этап. Итак, когда вы выполните первый этап, то тогда у вас уже появятся все решетки на карте и сейчас мы идем их открывать. Первая решетка находится вот здесь вот и номер ее 5. Решетки, ребята, вентиляционные нужно открывать в правильном порядке, точнее запоминать цифры, которые под ними находятся. Первая цифра 5, которую мы открыли около спавна. Вторую цифру мы должны открыть около золотого сейфа, вот здесь вот. И эта цифра в нашем случае 9. Ну а дальше, ребята, третья цифра, которую вы должны открыть, это около двери вот здесь вот у нас, смотрите. Это третья циферка и она в нашем случае тройка. Ну и четвертая, последняя цифра уже открывается непосредственно, когда вы откроете эту комнату. Именно в такой последовательности вы должны записывать свои цифры. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Сейчас, ребята, я побежал искать золотой ключ, потому что он нужен для того, чтобы открыть бирюзовую дверь. Так, нет, это не такой ключик, но давайте тоже возьмем, вдруг он пригодится. Хорошо. Итак, ребята, что нам нужно? Как вы уже поняли, вам нужно найти ключ, чтобы открывать вентиляцию, и золотой ключ для того, чтобы открыть бирюзовую дверь. Золотой ключ у нас от сейфа, а в сейфе находится всегда карта от бирюзовой двери, поэтому идем и открываем. Так. Вот здесь вот у нас сейфик наш, открываем его и забираем карту. Теперь мы можем узнать нашу четвертую цифру. Цифры, ребята, каждый раз будут разные, поэтому те, которые цифры вы сейчас видите у меня, они не будут у вас, поэтому запоминайте именно последовательность. моих действий. Итак, последняя цифра у нас была троечка. Все, ребята, у нас есть четыре цифры нашей комбинации, я сейчас еще раз проверяю все цифры, да, все нормально. И, насколько я помню, цифры у нас были 5, 9, 3, 3. Сейчас, ребята, следующий этап, вот, я еще раз перепроверяю, видите, показываю вам последовательность. И сейчас самый важный этап, это нужно ввести код, в зависимости от ваших цифр, и код должен быть правильный. Итак, ребята, что нужно вводить? Вам нужно вводить названия на английском, они здесь вот зашифрованы. И зашифрованы они в виде ваших цифр. Итак, смотрите, от 1 до 9 я сделал вот такую табличку. Кстати, можете поставить лайк под этим видосиком, ребята, я ее самостоятельно делал, довольно-таки долго. И сейчас, видите, у нас 5, 9, 3, 3. Начнем с пятерки. Цифра 5, видите, цифра 5 красная. Вот такие вот четыре символа нужно вводить. Сверяйте слева на циферблате, да, они есть, все правильно. 9, находится цифру 9, 9. Так, 4 вот такие вот символы, да, все правильно. И последние две цифры у нас троечки, 5 вот таких символов, да, ввели правильно. И вот последние тоже мы правильно ввели. Все, ребята, когда вы вводите и у вас все получается, не забудьте поставить лайк под моим видосиком. И теперь, ребята, идем дальше. Сейчас, ребята, будет непосредственно у нас касс-сцена. Очень долгая касс-сцена, довольно-таки длительная, а после нее продолжаются ваши испытания. Так что, ребят, вам предстоит еще долго всего проходить. Я хочу сказать сразу, что я не смог пройти пока еще эту сцену из-за того, что у меня был баг. Ну, окей, ребят, давайте немножко посмотрим, что же все-таки происходит в секретной концовке нашего эпизода. Я думаю, что еще запишу отдельное видео, где все это переведу. Но пока давайте в общих чертах вообще посмотрим, что происходит. Так, в секретной концовке я обнаруживаю Уиллоу и Тигры, дерущихся непосредственно рядом с лекарством. И они, как обычно, спорят между собой. Вот, кстати, и лекарство слева стоит уже. И кто-то из них, по идее, его заберет. Так, ну хорошо, они опять общаются лично, вспоминают, что и как, где они поссорились, что пошло не так и тому подобное. В общем, вспоминают былое и пытаются договориться. Приходит Мими и говорит, что извините, конечно, что я вас перебиваю, но вам нужно пойти посмотреть кое-на-что. Хорошо, говорим мы и уходим. И тут мы выходим на улицу все вместе и видим огромный самолет. Вот так вот он опускается, это военный самолет. Круто. И здесь у нас прилетели солдаты. Такая себе спасательная операция. Да, говорит, что мы типа дезертиры, бандиты и так далее. Я говорю, что у нас есть лекарства. Это все очень круто, говорит он. Что прикольно, что кто-то вообще пытается это остановить. И здесь начинается что-то невероятное. Появляются пиги, появляются у нас зараженные. И мы начинаем их отстреливать. Вот такой вот интересный у нас финальчик получился. Тем временем, пока мы это делаем, я так понимаю, я отправляюсь своим сознанием к мистеру неизвестность. Который говорит о том, что он очень разочарован мной. И я опять восклицаю, что ты опять слышишь, ты. О, Тио. Меня зовут Тио. Ух ты, ребят. Наконец-то мы знаем, как его зовут. Не The Insolent и так далее. Его зовут Тио. Значит, Тио и был причастен ко всем этим действиям, что были раньше. Как вы уже догадались. Ну что, ребята. Они начинают опять дискутировать про мистера Пи, про то, что он разрушил, про лекарства и все прочее. Я вам специально, сознательно, не буду дословно все переводить, чтобы вам было интересно смотреть заключительное видео по пиги. Мне тут сказал, что не будет продолжения, ребят. Поэтому, увы и ах, к сожалению. На этом пиги, скорее всего, закончится и будет потом продолжать только обновлять Интерсити. Он считает, что она более интересная, наверное, для прохождения. И что хочу еще вам сказать, ребята. Был большой баг. Дело в том, что я не мог пройти вообще этот эпизод из-за того, что у меня неправильный аватар. Мы об этом еще поговорим. И сейчас я вам покажу, что будет дальше после нашего разговора. Выходит монстр, ребят, просто мега крутой. Обалденно сделанный. Вот такой вот монстр. Еще так пальчиками перебрал. Ну, идите сюда. И тут начинается наша опять проблема. Мы должны убегать от этого монстра, который гонится за нами. У нас всего, я так понимаю, полторы минуты, чтобы убраться отсюда. И попутно мы должны решать головоломки. Все эти головоломки несложные. Все мы их решали и раньше. Поэтому никаких сложностей с их решением у вас не должно быть. Единственное, что возможно, там по времени не успеть вы можете. Кто проходил пигги, я думаю, что помнят любую из этих головоломок. Так что вы сможете без проблем их решить. Ну и, собственно, вот, ребят, ключевой момент. Потому что это последняя головоломка. Сейчас ее мы решаем. Я подхожу сюда и меня все время выкидывает. Смотрите. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Если у вас точно такое же, то, ребят, вам нужно поменять ваш боди-тайп с R6 на R15. У меня стоял R6, из-за этого я не мог его пройти. Когда я поменял на R15, вот сейчас я вам покажу. Меня перестало выкидывать из игры. Я, наконец-то, смог попасть в эпизод. Дальше, ребята, я пройти пока не смог. У меня не было времени. Потому что полдня я все время умирал и не мог понять, чем же это вызвано. Наконец-то, теперь я знаю причину. И мы можем уже попробовать пройти эту секретную концовку. Я так понимаю, что если хоть один из вас пройдет секретную концовку, то получит награду все, кто находится на сервере. Дальше вам нужно находить предметы и отдавать их персонажам. Если все это вы сделаете, то вы увидите финальную концовку. Надеюсь, что я вам запишу. Может быть, это будет завтра, может, послезавтра. Я не знаю, как сложится со временем. Потому что завтра я иду на работу. Ну что, ребята, я рассказал вам достаточно много. Попробуйте пройти финальную концовку. Спасибо, что смотрели. И увидимся в следующем видео. Да, вот такой вот монстрик. Спасибо, что смотрели. Всем пока.